Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и это наша постоянная рубрика Народные новости. Лукашенко рассказывает белорусам о том, что Россия это братский народ, братская страна, и мы должны в обязательном порядке чуть ли не объединяться. Нам надо думать и идти вперед. Когда у него отношения с Российской Федерацией портятся, он рассказывает о том, что не совсем-то мы и братья, а белорусы со знаком качества. Я, конечно, намек понял, ну и тому подобное бред. Но вот на данный момент в последнее время учащаются новости о том, что то в школах, то в садах заставляют детей рисовать, как они видят объединение Беларуси и России. Ну а уже сейчас, на сегодняшний день, вся страна Беларусь обвешана флагами Российской Федерации. К чему это идет, непонятно. К чему приучают наш народ, тоже непонятно. Да и высказывание Лукашенко про теперь уже нам помоги, тоже не ясно. К ученым обращение мое одно, уже от имени и России, и Беларуси. Помогите. Ну а вот такие вот ценники в белорусских магазинах. Вы обратите внимание на дату этого ценника. Ничего не смущает? После этого они рассказывают о том, что наша территория не оккупирована, что Беларусь еще суверенное государство. Лукашенко ради того, чтобы управлять нашей с вами землей, продал и народ, и страну. Он больше не президент. Он оккупант. Гаутляйтер. В прямом смысле этого слова. Ну каким образом можно ошибиться? Напишите свое мнение в комментариях. Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Работники в Минске начали массово получать мобилизационные предписания от 23.03.22. Выглядят они примерно вот так. Это работники одной из фирм. Когда ты там работаешь, закреплен по месту работы на воинский учет. Эти предписания вводятся под роспись с обязательством вклеить их военный билет. Фактически это призыв резервистов. Для чего лукашенковская армия собирает работников и призывает их, непонятно. Как вы думаете, для чего Лукашенко мобилизует людей? Все готово. В течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать. Но вот таким вот образом педагогов сгоняют для фотографий с флажками. Весь административный ресурс работает на картинку. По факту, по собственному желанию, никто никуда не пойдет. Ни на митинг, ни фотографироваться, ни поддерживать синепалого таракана. Да и те 3%, которые у него когда-то были, уже, я уверен, отсутствуют. Так как, в общем-то, все эти 3% сетовали, а бы не было войны. Посмотрев то, что он вытворяет с Путиным в Украине, поддержки у диктатора попросту нет. Страх? Да. Поддержка? Нет. Беларусь, Новогрудок, детский сад. Я уже не понимаю, что творится. Вчера было собрание в детском саду. Заведующая поблагодарила, что мы оказываем помощь и покупаем моющие игрушки, мебель за участие в сборе макулатуры. Рассказала, какие есть трудности, что надо поремонтировать. Попросила оказать помощь с ремонтом. Сумма 30 рублей. Многодетные по 15. Если два ребенка посещают сад, то по 15 с каждого. Мы уже собирали по 15, из них 100 отдали за мебель в группе. 40 рублей осталось. Деньги сдавайте воспитателям, отписывайтесь в группе. Когда все соберем, положу на этот самый счет. Добровольный сбор. В Беларуси у нас все добровольно. Вот не сдашь на телевизор в школе, придет директриса, поставит вас на соп, а потом попытается отобрать детей. А уж причины найдутся. Уж 18 декрет в помощь. И так все. На предприятии не купишь газету, будешь уволен. Или будут тебя репрессировать, повесить на тебя какой-нибудь долг, и будешь выплачивать пару лет этот самый долг. А они за эти самые деньги все же выпишут газету. Вот такая вот она страна. Вот такая вот страна для жизни. Ну а вот так выглядит город Наровля, Гомельская область. Нет, знаете, никто ни в чем не участвует, и Беларусь тут не при делах. Почему Европа и Америка санкции вводят на синепалого таракана, вообще непонятно. А эта техника просто так стоит. Ави, местные жители, наверное, написали. Как вы понимаете, если Лукашенко предоставляет нашу с вами территорию для оккупационных российских войск, значит он непосредственно участвует в агрессии. Читатель прислал видео и подписал. Рашисты гонят украинские авто. Я пересмотрел несколько раз данный видеоролик, и если честно, не совсем понял, что именно он имел в виду. Если кто-нибудь из вас знает, что это значит, напишите, пожалуйста, нам в Телеграм-бот. Ну, я вижу колонну автомобилей, разного рода автомобилей, даже не совсем военных автомобилей, у которых на каждом автомобиле написана буква ВИ. То ли они украли в Украине эти автомобили и гонят сейчас к себе, либо что-то другое. Напишите в комментариях, так как довольно интересная тема. В Барановичах провели социальный опрос. Какие возможные последствия конфликта между Россией и Украиной волнуют вас больше всего? Меня не последствия волнуют, а сам факт, что идет война. И война пришла к нам, скажем так, за наш забор. Вот и все. А последствия, ну, последствия разруха и гибель людей. Все ерунда. Гибель, человеческая жизнь, я считаю, это самое дорогое, что есть. Сломали там, ну, технику взорвали, да черт с ним, это металлолом, его можно переплавить. А люди погибшие, искалеченные судьбы, это не лечится, не исправляется. Вот это самое главное. Остальное все ерунда. Последствия волнуют. Последствия? Которые могут быть. Мне самое главное, чтобы Россия закончила все, что начала и навела порядок на Украине. Если будут последствия, то последствия коснутся всего мира. Вы поймите, что это не просто так. Последствия коснутся всего мира. Потеря контактов, наверное. Ну, самое важное. Соседи. Это тоже важно. Ну, все, пожалуй. А в плане экономики там? Ну, безусловно, безусловно. Это же тоже все связано. Экономические вопросы тоже. Мы раньше отдыхать туда ездили. Ну, да. А сейчас? Ну, а сейчас? Нет. Что нельзя будет в Польшу ехать. Потому что закрывают границы и мы будем сидеть между Россией и Беларусью. Все. Нельзя будет никуда больше выехать. Меня волнует, наверное, больше всего. Да вообще все волнует. Особенно будущее наших детей. И все. И мирное небо над головой. И больше нам ничего не нужно. Лично меня может коснуться то, что у меня очень много родственников на Украине. И уже сейчас они проявляют такое не совсем дружеское отношение, скажем так, по отношению ко мне. И меня, наверное, волнует тот вопрос, какие взаимоотношения у нас останутся после вот этого всего конфликта. Вернутся ли они на ту стадию, как и были? Или все-таки мы останемся не поняты друг другом? Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в ТОП. Помните про политических заключенных и родных и близких. Политических заключенных это очень важно. Также, друзья, не забывайте присылать нам в Телеграм-бот свои народные новости. Расскажите о том, что творят лукашенковские чиновники. Точнее, что они не творят. А не творят они вообще ничего. Только тратят наши с вами деньги. Поэтому присылайте новости. Будем рассказывать о бесхозяйственности лукашенковских бандитов. Диктатору не место там, где он сейчас находится. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были народные новости от канала Реальная Беларусь специально для вас. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!